Доброе утро, друзья! Вы смотрите Завтрак в городе Че. С вами я, Олеся Стародуб. И сегодня мы приготовим кофе для всех любителей и любительниц Рафаэлок. Сегодня мы приготовим кофе Рафаэла. Как готовить такой кофе, я сейчас расскажу. Для такого кофе нам потребуется кокосовое молоко, нам потребуется кокосовая стружка, также нам потребуется кофе, сахар, собственно, все. Для начала мы сварим кофе. Отправлю чуть-чуть. Небольшое количество кофе. Для тех, кто любит покрепче, вы можете добавить 2-3 чайные ложки. Опять же, это зависит от объема, который вы собираетесь готовить. Мы сегодня приготовим небольшую порцию, вот такую чашечку. Далее я отправляю в турку сахар. Добавлю чайную ложку, ведь сегодня мы готовим сладкий Рафаэлло. Заливаю молоком. Кокосовое молоко вы можете приобрести в любом магазине, в любом супермаркете. Ставим на огонь и варим кофе. Также рекомендуется добавить немножко ванилина, но уже в готовый напиток ванилин добавит изюминку в наш кофе. Ждем, пока сварится. Кофе сам по себе любит убегать мимо плиты. Молоко тоже имеет такое свойство, поэтому аккуратненько помешивая, мы следим за его поведением и не даем ему уйти за пределы турки. Кофе также можно приготовить во френч-прессе, можете приготовить в кофемашине, но, наверное, все-таки путем приготовления капучино или латы. Здесь тоже будет очень уместно такой вид кофе, да, как латы. Он тоже молочный. Вы можете готовить любым способом, который вам по душе. Если у вас есть дома кокосовый сироп, его точно так же можно будет добавить уже в кружечку непосредственно перед добавлением кофе. И потом это все аккуратненько перемешать ложечкой. Вот она пенка. Мы вовремя сняли с плиты. Главное не заговориться, не заболтаться по телефону с подружкой. Вовремя снять с плиты. Мы выливаем кофе в чашечку. И добавляем кокосовую стружечку. Добавляем капельку ванилина. Все это необходимо будет перемешать. Я подам вот такую ложечку. Наш замечательный кофе под названием «Рафаэлла» готов. Рекомендую попробовать. Прошу к столу. Дегустируйте. Приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова